Прошло два с половиной часа. Смотрим на степень заморозки. Это было самое первое ведро. Где-то миллиметров пять толщина. Здесь я уже расковыривал. Да, миллиметров пять намерло. Так что процесс идет, но при минус двенадцати минус четырнадцати ведро воды будет замерзать. Наверное полдня как минимум. Такая площадь строения потенциального. Не знаю, получится, не получится, но ждем вечера. Вот оно все замерзло наконец-то. Вчера в 12 часов ночи выходил. Проверял. Ведро за десять часов. Состояние на морозе в минус пятнадцать. Не замерзает. Сейчас вот видно, что все равно внутри вода. Это прошли не сутки еще конечно. Не знаю, видно, что там вода. Вон там внутри вода. То есть оно еще не замерзло. Оно промерзло еще сантиметров на пять, наверное. Такая теплоемкость воды огромная. Так что идея с замораживанием воды в ведрах провалилась полностью. Буду сейчас чуть другое придумать. В общем, прошли сутки. Как вы видите, ведро не замерзло. Как я его вытряхнул, сейчас вылью. Получилась вот такая рюмка. Это сутки стояние на морозе минус пятнадцать. Даже больше. Вот такая формочка получилась. Два ведра лопнули дно из одиннадцати. То есть уже потери огромные. Кран, который я буквально на две минуты вытащил на улицу, чтобы новые ведра налить. Хлопнул с алюминовой. Так что минус два ведра минус кран. Снега вообще нет. Это конец февраля. 25 февраля сегодня. Тверь. То есть ни снега, ни морозов нормальных ничего не сделать. Не знаю, что теперь еще приду. Надо как минимум 200-300 маленьких кирпичиков, чтобы собрать хотя бы небольшую будочку. А у меня столько нету по объему ни ведер, ни каких-то коробок.